Маленький Ахьяд разбирает свои вещи. Он и еще более 20 ребят приехали в лагерь-строитель этой ночью. Добирались дети из Чеченской Республики. Позади два дня дороги на автобусе, через окна которого они посмотрели родную страну. Такую большую и красивую. Дороги красивые были. Дома были красивые. Там были магазины. Машина была очень красивая. Ахьяд немного не выспался, но пора начинать веселую лагерную жизнь. Все приехавшие мальчишки – сироты. Их отцы, сотрудники силовых структур, погибли при исполнении служебного долга. Воспитывают ребят матери. Поездка в Иваново стала возможна благодаря президенту Республики Рамзану Кадырову и его представителю в нашем регионе. Дети из Чечни отдыхают строители уже не первый раз. Были очень довольны тем, что они здесь так хорошо отдохнули, восстановили силы. Дома очень много писалось о том, что они были в Ивановской области и как их здесь принимали хорошо. Поэтому я думаю, что и этот приезд будет для детей очень таким значимым. И для Ивановской земли общение детей – это даст хороший результат тому, чтобы была дружба народов на Ивановской земле. То, что ребята из Чечни и Ивановской области подружатся, никто не сомневается. У гостей к тому же есть прекрасная возможность подучить русский язык. Детей у нас будет много. Я очень надеюсь, что они вольются в наш коллектив и будут хорошим примером для остальных ребят. Тем более здесь одни мальчишки. Чем могут удивить чеченские мальчишки, руководство лагеря уже знает. Все ребята хорошо танцуют. И на конкурсах творческой самодеятельности они очень сильные соперники. А в целом это такие же дети, которые любят играть в футбол и купаться. Здесь все хорошо. Играть в мяч, плавать на воде. Все хорошо здесь. Впереди у мальчишек 20 дней беззаботного отдыха. В следующем году, возможно, уже ивановцы поедут отдыхать в один из лагерей Чеченской республики. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.